Первый МедТВ Программы мы сделали в прошлом году, думаю, что мы сделаем ряд программ в этом году, но, наверное, начну с, как мне кажется, самых важных вещей. За последние два года травля, которая происходит, в том числе и в прессе, и со стороны пациентов, очень сильно отражается на врачах, крайне сильно. Мы вернемся, разумеется, к пациентной ориентированности, но выгорание колоссальнейшее, несмотря на то, что мы с вами прекрасно знаем, что такое же происходит выгорание и в Израиле, и в Англии, и в Германии. Костя, можно я включусь прямо в вашу речь, даже не совсем дав вам задать вопрос? А мы на самом деле этого не знаем, потому что у нас нет никакой статистики по выгоранию врачей в России. Если мы можем поднять статистику Медскейп и увидеть на 15 тысячах врачей, что происходит с врачами в Соединенных Штатах... Только в Штатах, пожалуй, кстати. Есть статистика в Великобритании, ведется статистика в Израиле. По европейским странам мне немножко более затруднительно сказать, но по крайней мере, вот там по ряду стран, где здравоохранение находится на высоком уровне, и ведется статистика в Италии, Италия находится на втором месте по уровню развития здравоохранения. Мы, к сожалению, не знаем ничего. Поэтому вот наше утверждение, что врачи стали выгорать больше и уровень травли возрос, они совпадают с некоторыми внутренними ощущениями, но, к сожалению, являются голословными в силу отсутствия хоть каких бы то ни было цифр. Вы знаете, с одной стороны, все верно, поскольку, как, в общем-то, и практически все доктора, которые присутствуют на этом канале, мы говорим с позиции evidence base. И, конечно, мы не имеем регистров, мы не имеем там какой-то базы, но, тем не менее, учитывая, пожалуй, только из-за этого и приходится, то количество людей, с кем мы общаемся, вы и я, я это совершенно очевидно вижу. Я вижу, когда потрясающие специалисты уходят из профессии. Просто из-за этого выгорания. Что делать? Вы знаете, я когда смотрю на вас, у меня такое впечатление складывается иногда, что вы где-то, где-то приобрели совершенно потрясающий антидепрессант, потому что вы всегда улыбаетесь, всегда в любой ситуации. Спасибо большое. И это классно, это классно. Помните, как в электронике, где у него кнопка? Именно, именно. И очень понятен ваш вопрос, всегда очень хочется найти какую-то кнопку, на которую ты нажмешь, и вот бац, врач перестал выгорать. Или наоборот, там, а, взбодрился и побежал дальше, как живчик. Конечно, так не работает. И, конечно, предотвращение выгорания – это целая система мер. Вот сегодня Алексей Иванович Хрипун говорил про систему мер по развитию пациентно-ориентированности в Москве. И предотвращение выгорания – это тоже целая система мер, как со стороны организации здравоохранения, так со стороны конкретной клиники или больницы. И, конечно, это и действия самого врача. Вот я за последний год провела некоторое количество занятий с врачами, и пафос этих занятий заключался в следующем, что, ребята, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это правда. В текущих условиях никто о нас не позаботится, к сожалению, только мы сами. И вот набор рекомендаций, что можно делать для того, чтобы как-то помочь себе. Помочь можно через тело, через голову и через эмоции. И есть некий инструментарий, как лучше, с чего начать. Но, конечно, если мы сосредоточимся только на этом, что может врач сделать для себя. Но правда заключается в том, что этого мало. То есть врач много чего может сделать, и очень хорошо, если он будет это делать, поддерживать себя, правильно питаться, соблюдать хоть какую-то гигиену труда и отдыха. Давайте будем честны. Особенно у хирургов это просто не получается. Ну, значит, что-то другое должно быть. А потом, ну, смею надеяться, что у хирургов такое моральное удовлетворение от выполняемой работы, что это даёт им силы и ресурс двигаться дальше. Это не означает, что хирургам не надо спать или есть, или там, ну, хоть как-то от своей любимой работы отвлекаться. Вот, кстати говоря, я помню на одном из круглых столов, которые мы вели с Первым медицинским каналом, я спрашивала у уважаемых врачей, вот, что вы порекомендуете для предотвращения выгорания. И мне очень понравилось, как один из врачей сказал, вы знаете, вот мне очень помогает смена деятельности с лечебной на преподавательскую деятельность и с них обеих на научную деятельность. Я поддерживаю. Да. Я поддерживаю. У меня альтер-эго, который меня спасает оставаться в профессии. Это не только присуще вам, тому доктору, которого я вспомнила, но в целом у тех докторов, у кого есть возможность менять деятельность, у кого более широкий круг интересов, и я же здесь даже говорю, тем легче. Я говорю даже не только о сугубо лечебной деятельности, но хобби. Совершенно верно. Конечно, мне тут врачи возражают, как только я это говорю, врачи говорят, слушайте, а где время-то взять на хобби? Правда, но вот смотрите, мы сейчас возьмем ту категорию, наверное, которая действительно крайне любит свою профессию, правда, хирурги. И знаете, мне становится чудовищно страшно, когда вот эти ребята, как раз, которые любили, в какой-то момент произносят, я ненавижу эту профессию, я больше не хочу ни дня находиться здесь. И знаете, еще, что интересно, хочу опять же адресовать вопрос вам. Мой вопрос очевидный, дорогой друг, но ты уже не можешь сам справиться, но надо идти к психологу. Но в этот момент уже надо уходить из профессии. Он говорит, знаете, часто, что я слышу, что я часто слышу, психолог это вообще кто? Да, это очень понятно. Почему? Я тоже такое часто слышу. Почему? Почему такое отношение? Ну, почему тут, понимаете как, можно какие-то исторические причины рассматривать, какая нам по большому разницу, с счету разница почему, важно, что с этим делать. Психология, как знаете, мне муж физик когда-то сказал, психология это вообще не наука, потому что нет evidence-based. Ну вот есть evidence-based основания, есть огромное количество исследований, которые говорят о связи, например, эффективной коммуникации, клинических исходов, о связи психотерапии, конкретных видов психотерапии с предотвращением выгорания, ну и так далее, и так далее. Они, вот эти исследования ведь не на русском языке, на английском. Далеко не все врачи имеют доступ к англоязычной литературе, далеко не все озадачиваются этим вопросом. Вы знаете, я озадачился, я озадачился, и как раз, наверное, это самый главный вопрос, который я вам хотел задать. В Европе существует целое сообщество психологов, это очень важно, потому что это комьюнити, которое позволяет и оценивает, туда просто так не придешь, в это комьюнити, и просто так не вступишь, и не дай ты бог непрофессионален, у нас таких комьюнити нету. Ну у нас много чего нету, у нас в частности... Может быть, пора ввести, потому что психология стала, знаете, как фотограф 5-6 лет назад, даже 10 лет назад. Все купили фотоаппараты, все стали фотографами, все стали зарабатывать деньги. Вот и психология, так мне кажется, вошла, знаете, в жизнь, но ведь психолог на самом деле это прежде всего доктор, я так считаю, никак иначе. Совершенно не обязательно, вот в частности у меня, я психолог профессиональный, я закончила психологический факультет МГУ, потом аспирантуру, потом доблестно не защитившись, ушла из аспирантуры в бизнес. У меня в дипломе написано психолог-преподаватель психологии, есть отдельная квалификация, которая называется клинический, или медицинский психолог, и клиническим психологом можно стать после окончания моего вуза МГУ, а медицинским психологом можно стать только если у тебя медицинское образование, это медицинский вуз. Психотерапия это вообще очень сложная, нерегулируемая, нелицензированная область, и кто может стать психотерапевтом в России не определено никак. В других странах это совершенно определено, вот в частности в Великобритании психотерапевт это определенные требования к образованию, к опыту работы, к типу этих опытов работы. У нас такой регуляции нет, но с другой стороны, например, формально у нас есть медицинское сообщество, нацмедпалата, реально, кто из практикующих врачей может адресоваться к тому, что это сообщество отстаивает его интересы или продуктирует... Да нет, все то же самое, все то же самое приблизительно. То есть у нас не только нет сообщества психологов. Если говорить, все-таки вернемся, учитывая то, что, к сожалению, совсем у нас нет времени, поскольку я напоминаю, что мы находимся на ассамблее, про пациента-ориентированность. Мы уже не раз встречались, в том числе эти встречи были в Казани, когда мы слушали лекторов из Бостона и так далее, так далее, так далее. У них немножко другая система, и, как мне кажется, все-таки, если подходить с позиции ментальности, то мы не можем имплементировать именно их модель. Модель должна быть своя. Как врачу в тяжелой ситуации сохранить лицо? Есть инструменты, которые это позволяют, но совсем общий ответ брать и сохранять. То есть у врача, ну правда, потому что у врача нет тех инструментов, нет тех возможностей, которые есть у пациента. Да. Знаете, это немножко похоже, ну вот я такую аналогию приведу, вот у вас, предположим, есть ребенок подросткового возраста. Есть. И он, ну, бесконечно просто издевается над родителями, троллит, там гадости всякие, говорит, вот как родителю сохранить лицо. Ну, просто помнить, кто здесь взрослый, да, и заботиться о себе, потому что в какой-то момент, ну, хочется, ну, что-нибудь такое сделать с этим подростком, невозможно уже. Это похожая история. У врача, у клиники не так много инструментов, не так много, как у пациента, инструментов воздействия на пациента. Ну, клиника не может себе позволить многое из того, что пациент позволяет. Пациент в соцсети пишет, вы гады нехорошие, значит, вы там меня всячески обижали, и вообще, и такую вот генерализованную реакцию выдают, и вообще, и вообще, и вообще, и старушку тоже вы убили. У клиники нет такой возможности отвечать столь же манипулятивно. Очень большую роль играет для врача защита его руководства. То есть если он знает, что за его спиной стоит руководитель, что руководитель готов за него вступиться, отстаивать его интересы, как перед медицинским сообществом, так и перед пациентским сообществом, тогда он чувствует себя более спокойно, более уверенно, и он гораздо более толерантен к такого рода проявлениям пациента. Если врач знает, что ему никто не поможет, и пациент на него жалобу подаст, и от него тут же открестится его альма-матер, его родная клиника, ему что делать? Вот это была часть моей речи сегодня на ассамблее, что вот эта агрессия, которая возникает между пациентским сообществом и сообществом врачей, проистекает в частности из того, что и те, и другие чувствуют себя абсолютно беззащитными. Нет нормальных регуляторов, нет цивилизованных инструментов решения конфликтов. Ну, к сожалению, в России их в принципе не так уж много. Поэтому что делать? Вдыхать прану, выдыхать дзен, адресоваться к своим руководителям, а для того, чтобы это было возможно, идти в ту медицинскую организацию, где руководители с человеческим лицом и где тебя будут защищать. Анна, спасибо огромное. Я хочу, кстати, вам сказать, что в отношении медитации есть большие исследования. Это, пожалуй, одно из немногих, то, что действительно есть не просто психотерапия, но с позиции большой науки это изучается и очень серьезно помогает. Мы находимся на 18-й ассамблее «Здоровая Москва». Продолжение следует...